Мы с вами продолжаем изучать самую практическую книгу Ветхого Завета. Здесь у нас есть самые высокие книги, самые благоговейные, самые вершины духовной святости. Это книга «Песни песней», есть пророческие книги, а есть книга о такой голой практике. Книга, в которой описывается совершенно точно, что должно делать, а что делать совершенно не следует. Книга, она, как говорила, так, как мы делали в прошлый раз, сначала я прочитаю сам священный текст по церковнославянски, так, чтобы мы приучали свой слух воспринимать священный текст на священном языке, который на том самом языке, который мы сами будем буквально уже на следующей неделе слушать. Дело в том, что книга «Притчи» начинает читаться с следующего понедельника, и когда мы с вами будем собираться на Великий канал Андрея Кристоска, перед ним мы будем совершать вечернюю. Во многих храмах вечерний служит утром, что является и фактически ошибочно, как вы понимаете, да? На самом деле, вот бывает в Москве такая странная практика, что утренний служит вечером, а вечерний – утром. Полный вывертаж, да, получается, в богослужении. И, с другой стороны, это и неудобно, потому что очень многие люди работают. И поэтому на следующей неделе у нас, когда будет читаться канал Андрея Кристоска, будет начинаться не в 5 и не в 6, а в половине седьмого. А в 5 часов вечера у нас будет читаться, служится вечерняя, где начнется книга «Бытия» и где начнется чтение книги «Притчи». Потому что по церковным правилам как раз-то каждый Великий пост прочитывается вся книга «Притчи» и почти вся книга «Бытия». Связанная с тем, что таким образом церковь готовит к крещению на фасхальную ночь оглашенных. И самим крещенным напоминает об азах духовной жизни. Итак, мы сегодня читаем 6 главу книги «Притчи». Сыне, а не аще поручился за твоего друга, предайся твою руку врагу. Седьбо крепка мужу свои устне, и пленяется устнами своих устен. Твори, сын мой, ежи аз заповедуйте и спасайся. Ешибо вруцы злых за твоего друга. Будь и не слабевая, поощряй же из твоего друга. Его же испоручил и си. Не дашь сна твоему очима, не жадовоздремлешься твоими веждами. Да спасешся аки серна от тенет, и якоптица от сети. Иди ко мраве, о лениве, и проявнуй, видев пути его, и буди он многомудрейший. Он, бо несущему земледельцу, не женудящего его имея, не ж под владыкою сый, готовится в жатву и пищу, и многое в лето творит уготование. Или иди к пчеле, и увешть, коль делательница есть, деланье же, коль честное творит. И я же трудов, царей прости, и воздравие употребляют. А любима же есть всеми и славда. Ащи силой не мощна суть, но и премудростью почтена произведейся. Да коли у лениве малежиши, когда же от сна восстанеши? Мало оба спиши, мало же сидиши, мало же дремлеши, мало же объемлеши перси рукама. Потом же найдет тебе аки зол путник у божества. Сгуды же аки благи течец. Ащи же не ленив будиши, приидет, як источник жата твоя. Сгуды же аки злы течец, а тебе отбежит. Муж безуменный законопреступный ходит в пути неблаги. Той же намезает оком и знамени делает ногою. Учит же помывание перстом. Развращено же сердце, кует злая. На всякое время таковые мятежи сотворяет граду. Сигураде внезапно приходит ему погибель. Рассечение сокрушений неисцельное. Яко радуется о всех, их же ненавидит Бог, сокрушается же за нечистоту души. Око досадителя, язык неправедный, русы проливающие кровь праведного. И сердце, кующее мысли злы, и нозит чащееся зло творите потребяться. Разжизает лжи свидетель неправеден. И насылает суды по среди братьев. Сыне, храни законы отца твоего, и не отринь наказание матери твоей. Навяжи я, яко на твою душу присно, и объяжи я их оба твои выи. И когда ходиши, води ю, и с тобой да будет. И когда же спиши, да хранит тебя, и восстающий тебе глаголит с тобою. За ней светильник заповедь, закона, и свет, и путь жизни, и обличение, и наказание. И же сохранит тебя от жены мужата, и от наваждения языка чуждага. Сыне, да не победит тебя доброт и похоть. Да уловлен будешь твоим очима, не жадатся восхитившись веждами я. Сына баблудница, елика единого хлеба. Жена же мужей честная, души уловляет. Вот этот текст, который мы сегодня будем читать. Вот это общий такой большой отрывок. Немножко мы, может быть, частично поняли, а частично не поняли. Священный текст. Сейчас мы будем его внимательно изучать. Чтобы остерегаться тех ловушек, в которые часто падают люди невежественные. Ведь зачем нужно знание? Знание нужно для того, чтобы идти правым путем. Поэтому, когда у нас возникает вопрос, что знать, а чего не знать, надо исходить из чего? Из чисто практических соображений, понимаете? Всего узнать в принципе невозможно, знаете, да? Поэтому нужно узнавать то, что тебе пригодится. Вот попытка выучить все, это абсолютно глупая попытка. Всезнайка, на самом деле, бывает чаще всего дилетантом, так? И что нам важнее всего знать? Важнее всего нам надо знать то, что ведет к вечной жизни. И то, что ведет к вечному спасению. Итак, давайте слушать. Сын мой, говорит царь Соломон, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст своих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди и пойди к ногам, и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и дремания векам твоим. Спасайся, как серна из руки, и как птица из руки птицелова. Вот это первый очень важный принцип, да? Никогда стараться ни с кем не связываться. Не про, вот как говорил апостол Павел в другом месте, в послании кремлянам, он говорил, не оставайтесь должными никому ничего, кроме взаимной любви. Это очень хороший библейский принцип, да? Не влезать в поручительство. Не пытаться никаким образом ставить себя в зависимости от людей. Действительно, если ты поручился за другого человека, ты попал ему в руки. Он фактически может управлять тобой, он может тебя элементарно совершенно разорить, погубить. И может тебя совершенно просто действительно испортить всю твою жизнь. Вот здесь, на самом деле, я немножко приостановлюсь изучать текст и скажу несколько слов об одной из улог врага. Враг что говорит? Он говорит, ну христианин должен ко всем хорошо относиться. Да? Вот поэтому, ну как же человеку не помочь? Понимаете? Вот при том, что помогать человеку надо, но так, чтобы тебя он не стащил, говорят христиане. На самом деле, люди бывают разные. На земле много хороших людей. Но нельзя людей перегружать. Понимаете? Нельзя относиться к людям так, как бы от них требовать слишком много. Понимаете? Нельзя, ни в коем случае. И видите, что говорит царь Соломон? Он говорит, вот ты поручился человеку, все, ты попался. Просто элементарно попался. Сколько у нас сейчас случаев бывает, там человек в банке поручится другого человека, да? А потом на него долги вешают. Знаете такие случаи, да? Наверняка. Вот. Почему? Потому что он нарушает заповедь Божия. Лучше помочь самому и забыть. Вот. Есть такое правило. Вот. Один из святителей, недавних живших, он говорил, что когда я кому-то чего-то даю в долг, я сразу из своей книжки вычеркиваю, что все, это деньги пропащие. Это нормальный подход, понимаете? То есть, эта ситуация, она делает человека свободным внутренне от другого человека, понимаете? Ты помог другому человеку и ничего от него не ждешь. В принципе, понимаете? Это очень правильный, великолепный подход. Да. Ну, как же, вот, ворак тогда говорит, что делаем, что самое бесное, а что, когда еще тебя, знаешь, не отвращаешься, не отвращаешься, не отвращаешься. Дай, не отвращайся, но не делайся рабом. Ну, как, вот, допустим, да, ну, условно. А, ну, это просит две тысячи, но враг говорит, ну, как же, написано, что не отвращайся. В общем, просто так же написано, что милости бы давать и так, чтобы не было такого, чтобы одному много, а тебе мало, да? А чтобы всем было поровну. Понятно? И Библия прямо четко говорит, что милости должна быть не такая, чтобы ты там разорял сам себя, понимаете? Библия говорит, она исходит из того, что на земле должно быть некое равенство. Зачем милости вообще, собственно говоря, нужна? Она должна компенсировать недостатки социального устройства общества. Она должна компенсировать недостатки выросшей из-за смерти проничьих человек. Например, болезнь, что такое? Это проявление смерти, так? Вот, инвалидность, то же самое, так? Там, пожар, то же самое, понимаете? И вот милость, она как бы компенсирует, понимаете? Она является тем, что помогает вот сгладить вот этот разгул смерти. И разгул смерти вот в общественной организации, да, это может быть там элементарно, банкротство там, да? Может быть там элементарно такие вещи, как, не знаю, там, несправедливый наезд налоговой полиции, там, ну, сколько угодно случаев, да, когда люди на самом деле просто берут и разоряют в сознании другого человека. Вот. Полин, проходи. Вот здесь место есть. Здесь место, проходи. Вот. Полина пропустить, пожалуйста, на беременность. Это правильно, но, правильно, я даже про него в прошлый раз говорил. Но оно правильно до какого момента? То есть оно до момента, чтобы человек не садился на шею, понимаете? Который дает? Который берет. Который берет? Который берет? Да. Знаете, вот руссконародная пословица говорит, да не скудеет рука дающего, а продолжение, знаете? Да не наклеет рука берущего. На самом деле это очень важно, на самом деле, понимаете, да? И то, и другое. Итак, ну давайте, что касается поручительства. Смотрите, вот здесь тоже возникает такой момент. Почему Библия не одобряет вот такого явления, как поручительство, да? Почему говорит Библия, что если ты поручился, то все, ты попался в злые руки. Вот как в Славянском, да, красиво сказано. Сын, если ты поручился за твоего друга, ты предал твою руку врагу. А это на самом деле практично, помните? Хотите потерять друга, дайте ему взайму большую сумму денег. Это самый надежный способ, понимаете? Вот если надоело вам с другом общаться, дайте ему большую сумму взайма, и все, вы ее гарантированно потеряете. Понимаете, да, почему? Потому что очень большой соблазн будет ее не вернуть, а потом он будет сам стесняться, что он не вернул, будет злобиться, ненавидеть, да, стадет врагом. Потому что больше всего в людях обижает, знаете что? То, что ты сделал гадость другому человеку. Вот это самое обидное, когда ты сделал гадость, это самое обидное, да, в отношении к другому человеку. Что ты ему нахамил, там, надерзил, там, обидел и так далее. Вот это больше всего обидно. Сами знаете, да? И вот как раз и поэтому сказано, смотри, если ты поручился твоего ближнего, все, ты попался. Потому что сеть крепкая мужу свои губы, и пленяется он губами своих уст. Устына, помните, да? Это губы. Господи, усты не мать, я решу, то есть, Господи, ты откроешь мои губы, и мой рот возвестит тебе хвалу, как говорит 50-й Псалом. И вот таким образом говорит царь Соломон, ты для мужчины самая крепкая сеть, это язык. Поэтому он говорит, сбереги свои уста, никогда не поддавайся. Почему-то так вот жестко подчеркнул Соломон, а потому что есть куча народу, огромная куча, которая, что называется, начинает тебя давить. Они говорят, ну ты же должен, ты же можешь, ну тебе что, слабо, что ли, ну ты что, не можешь, что ли? И начинает, понимаете, вот буквально допиливать, а потом говорят, ну ты же сказал? А ты сказал, ты согласился? А понимаете, в тот момент, когда ты согласился, ты попался. Как хорошо здесь сказано, да? Ты пойман словами своих губ. Твои губы тебя поймали. Ты попался в сеть. Поэтому, видите, как дальше, какое описание идет? Поэтому вот, что делай, сын мой, что я заповедую тебе. Ты спасайся. Иди, потому что ты идешь в руки злых за твоего друга. Ты попадешь в руки злодеев, да, собственно, за друга. Так поэтому будь не ослабевая, поощряй же твоего друга, которого ты поручился. Не дай сна своим глазам, и пускай не дремлют твои веки, чтобы ты спасайся, как серна спасается из капкана, и как птица спасается из ловушки. Видите, да, какая страшная вещь в поручительстве. А у нас люди говорят, я готов за такого поручиться, за этого поручиться, понимаете? На самом деле, чрезвычайно часто у нас люди не боятся своих уста, не боятся своей речи, а потом удивляются, а почему он попадается, да, почему он попал? А это очень простая причина, он попал именно потому, что не боялся. Он безбоязненно поручился за ближнего, и ближний стал ему ловушкой. Страшной ловушкой на его пути. Поэтому, видите, что нужно делать? Нужно бежать к нему. Нужно, вот, избавь себя, как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, упади к ногам, умоляя ближнего твоего, не давай сна глазам твоим и драманитым векам. Спасайся, как серна из руки, и птица из руки пицелова. То есть нужно умолять, чтобы разорвать все способности, да, прикладывать, чтобы разорвать вот эту связь. Чтобы не давать человеку властвовать над собой. Вот есть вещи, которые именно зависят от нас. Если, заметьте, царь Соломон не говорит про какие-то вещи, от нас не зависящие. Ну, например, Соломон не говорит, там, спасайся от налогов, да? Это невозможно. И греха в этом нет, и более того, при этом человек остается свободным внутренним, понимаете? Любое государственное ограничение, там, даже тюрьма, она не ограничит внутреннюю свободу человека. А вот слова уст ограничивает, понимаете? Слова языка, они как раз-то, что делают? Они делают человека... Они делают человека внутренне зависимым, да? Человек, он начинает жить с вот таким ощущением, что у него там есть вот... Кстати, прошу прощения, кто может, у кого есть мобильник, выключите, пожалуйста, ладно? Чтобы не было такого. Есть иерархии, которые установлены Богом, там, начальник подчиненный, так? Там, президент подчиненный. А есть иерархии, которые я сам себе сплетаю. Не божьи иерархии, понимаете? Начальник в тебе в душу не влезет. А вот если ты поручился, он в душу поймал, понимаете? А разве не так? У тебя на душе будет неспокоен, понимаете? Тебя схватили за душу, тебя схватили за сердце. Ты попался в ловушку, понимаете? Своими устами. Это очень важно, на самом деле, следить за тем, что ты говоришь. Вот в России есть два типа людей. Есть люди, которые совершенно не следят за своей речью. Это большинство людей. Потом удивляются, что они вляпываются. А есть люди, которые очень мало говорят. Это люди, прошедшие зоны. Вот они знают, что... За базаршину, как они говорят, ответишь, да? Они знают, что человек там отвечает за каждое слово. Как бы такая дьявольская, получается, астетика своего рода, да? Дьявольская дисциплина у них получается. Но на самом деле в этой дисциплине есть правда. Потому что слова – это огромная совершенно... огромная совершенно ловушка, которая есть у человека. Как говорил апостол Яков, язык – страшная вещь. И мы прославляем Бога, и мы хулим человека, созданного по образу Божия. И получается, что он сам, над ним никто не может властвовать, да? Он сам распаляется из гиены. Поэтому действительно вот эти слова, они никогда просто так не пройдут. Часто, когда нас раскручивают, что называется, да, вот пилят, чтобы ты согласился, нам кажется, ну и что, ладно, лишь бы он сейчас отстал. А когда он отстанет, когда мы соглашаемся, тут оказывается, что только здесь-то все и начинается. Понимаете? Поэтому смотрите, сказали, помните, что вы попались в страшную, чудовищную беду, понимаете? Если вы сказали что-то, если вы поручились, если вы стали обязанным человеку. Бедите, спасайтесь, как говорит, да, царь Соломон? Как птица из селка, как серна из капкана. Беги, иначе ты погибнешь просто. И с детьми так же, да? Угу. И с детьми так же, да? Ну да. Что действительно, вручительство означает все-таки как-то, как бы... Ну что, вручительство бывает, там, в банке вручительство, знаете, там... Ну, в банке, понятно. В банке, бывает не только в банке, например, бывает вручительство перед властями, там, да? Вот, бывает вручительство... То есть какую ответственность несет кто-то, кто поручился, так сказать? Ну, обычно, ну... Кстати, пандыричное даже законодательство имеет фактически равную ответственность несет, как за того, как он получил, запоручился. В том-то и дело. Это и древний, новый законодательство, на то и, собственно, идет речь, да? То есть ты опоручился за человека, ты за него не терёшь полную ответственность. А в семье? склоняет чаще склоняет перешь делать элементарно перешь или или неправильная вежливость там ну как же не могу отказать знаете христианин ведь говорит сам он должен уметь говорить нет понимаете он должен уметь говорить я этого делать не желаю это очень важно что у нас вот это часто мягкость она нас губит она нас подводит другое дело есть и естественное поручительство естественно мы там жена должна поддержать мужа муж должен поддержать жену там да дети должны там поддержать родители детей но это вещи вырастающие из любви они из обязательств сколько я видел сейчас людей которые говорят что мол нельзя там никак нельзя там не там ну как же мой сын там ничего такого сделать не мог там такого быть не может что он там так на безобразней что понимаете поручаются так далее в результате получается что только хуже получается а вы знаете сколько случаев был таких случаев когда мамочки его покупали за счет поручительства за счет просто денег выкупали безголовая безголовая любовь да все такая штука вот могу произвести пример то есть замечательный безголовый любви который был ровно год назад феррале прошлого года вот пришла одна значит один ребенок а он регулярно избивал мать вот и в результате вот в общем она не заявляла на него в милицию хотя там он убил смертным боем потом что полагается за такие вещи что мать обязана была сделать по веткам за это она должна обязана была выдать его на смерть обязана понимаете если она это не делала на нее было наказание понимаете потому что такое отношение ребенка к родителям она разрушает божье проклятие на землю сводит понимаете вы знаете все вокруг страдает начинает понимаете вот но этого еще мало она мало то что из себя покрывал как что он ее избивал происходило дальше а он избил там страшно соседку вот там не записала а его посадили в кпз она пошла там собрала денег на наняла там поручилась в милиции дала большую огромную взятку сосед это значит ее освободил вот и что в результате через три месяца благополучно почему в феврале феврале прошлого года а он зарубил зарубила родную мать дубил эту самую соседку еще трех человек он не больной просто чудовищно распущенный он просто вполне вменяемый суд признал вменяемом просто чудовищно распущенный человек найти который решил что ему все можно эти все позволено потому все почему потому что здесь прошел как раз тот сам пример любви который вы сказали давайте да бывает сколько угодно сколько угодно случаев у нас на крутистном подороге я был а там было вот таких не таких случаев было сколько угодно вот я могу сразу сходу 15-20 примеров вести когда мамочки а за взятки закрывали уголовный делан своих деток которые продавали наркотики а потом благополучно по поводу не ничего особо не делать просто наркотики продавали вот ну да как же ребёнышко не выкупить и так далее вот к сожалению нас милиция продажная что является подлостью на самом деле конечно вот и в результате в результате эти детишки и тоже с правильной регулярностью через несколько месяцев после этого умирали от передозы а с собой еще кучу народу на тот свет тащили понимаете а потому что вот а потому что на самом деле мама говорит что ну как же я же люблю вот именно поэтому бог и не дал женщине главенство в семье понимаете по нормальному мужа должен был бы на место поставить женской все сиди на месте да и не дергайся хочешь помочь иди молись в храм знаете вот а здесь пускай по справедливости будет вот и все понимаете вот здесь очень четко это четко отношение понимаете должно быть они такое как у нас сейчас там все позволено все разрешаю потому что рим будет понимаете пойти на чикатило тоже просить чей-то ребенок был догадываетесь ну и что теперь мама должна его оправдывать да за счет этого вот именно почему потому что на самом деле любит человек он себя искусством завязывать а ведь на самом деле по-нормальному первому чу что должны приучать своих детей родители конечно же мама и отец это то это принцип какому справедливости самого маленького маленького детства понимаете там сомн как там ползать он начинает уже справедливости надо учить даже раньше вот у нас все эти откуда нас такие огромные проблемы взрослые любовь и она должна быть атмосферой а учитана справедливости понятно у ребенка справедливость своя объективно справедливости божье справедливости нет элемента а это тоже очень легко понимается и могу даже сказать как как очень просто бог говорит так а ты поспаешь это это не мой не я когда это не мое представление господь бог который одинаково надо мной на тобой он повелевает и делать так открываешь библию показываешь начиная начиная просто начиная с того что она просто старая что с того момента начинается рассуждение мы обязаны учить человека не по прям не по принципу там дай-ка как я дам и будешь меня не слушаться да а как а уметь обосновывать свой запрет или свое разрешение понимаете вот это необходимо совершенно делать потом я был сколько угодно случаев когда там родители пытались командовать детьми там возрасте 25 лет там или 30 лет там до 30 лет ребенка ему там мать говорить я мать эти сказала все пошел сделал глупость понимаете уже 6 7 с 8 лет объяснять надо понимаете а с 18 пускай самой как же хочет так живет наш дело подсказать советом но ни в коем случае нет не требует ничего ну кроме того галоши на себя понятно да происходит же библию люди вообще не читают и не знают а мы здесь потому изучаем чтобы знали чтобы делать да вот поэтому на и надо обосновать понимать объективными критериями среда ребенок прав почему я даже маминой да и справедливо следовать вы правы правильный вопроса но отправлен ответ какой потому что так сказал бог не показать где он сказал вот а вот если ты против бога попрешь вот она эти так дам что тема не покажет нужно дать дать я но про то что породить и вот в этой книге сказано не раз 20 что ребенка детей пороть надо мне я читал я читала очень интересный такой момент но поверьте ребенка в нормальной семье то есть полной семье должен только отец понятно почему отец причем потому что он рационалист так он должен осуществить правосудие так успокоиться и по справедливости в цепи ровно столько сколько заслужил понятно мать может пороть ребенка вплоть до четырех лет не позже полная семья вот но у нас не поговорить просто до всех но порой тебя в каком случае в том случае если чек не и чек им просто несет понимаете то есть это не должно и там я считаю что очень неправильно было в россии когда там пороли по субботам это и для тебя более по психологическим причинам это на самом деле глупость на самом деле глупый совершенно неправильный подход хотя его некоторые пытаются оправдать на самом деле это подход который лишает наказание его смысла то есть возмездия наказать должно быть когда он тут почему года 4 до 4 лет должны пороть матери ну что я отец работает да к нему роман сидит с ребенком так и она должна вот есть просто ребенка позже там вечером пороть он уже просто не поймет за что понимаете он уже забудет то что там было понимаете вот что если же касается старше старше должно уже до вечера у него память хорошая да уже становится и он может до вечера дождаться когда родители уже его отец его накажет так как он считает нужно заметить а здесь уже мать не не имеет права вмешиваться знаете да и горе той матери которая посмеет при ребенке оспаривать решение отца когда а провинился получил нет мама сказал вот мама говорит вот все по придется бы с тобой будет тебя в сыпи то первое число вот у нас имеет хорошо работать нас а вот поэтому даже мы торопаем даже нормально выставить отношения к семье вы нельзя наказать в гневе наказать принципе нельзя наказать можно только на холодную голову только исключительно холодную голову понимаете ни в коем случае не в гневе там что когда там говорят ой когда на холодную голову не могу наказать значит ты наказать сообщение когда не можешь наказать не предполагает именно на холодного то есть в возмездие справедливость понимаете итак но вернемся опять-таки к другому очень важного требования Писания. «Пойди к муравью, ленивый, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой и собирает во время жатвы пищу свою. Или иди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит. Ее труды употребляет во здравии и цари и простолюдины. Любима она же всем и славна, хотя и сила она слаба, но мудрость и почтенна». Видите? То есть следующее требование царя Соломона к человеку это умение преодолеть лень. Нам необходимо быть неленивыми. Христианин должен быть трудолюбив. Это тоже очень важно на самом деле. Важный такой момент, что человек должен любить труд. Ну в каком смысле? Любить труд, как требовали коммунисты, невозможно. Это глупо. Труд никогда не будет человеку доставлять полного блаженства, как это было в раю. Потому что труд проклят, мы знаем, да? Господь сказал, что в поте лица твоего ты будешь есть хлеб, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят, потому что ты прах и прах возвратишься. То есть труд не может давать абсолютного счастья. Именно поэтому все коммунистические идеи, они, помните, да, сначала энтузиазм давали, а потом, когда доходило до реальности, они все ломались. Но труд, который делается в исполнении воли Божьей, вот такой труд, он на самом деле приносит и пользу. И он помогает человеку на самом деле воспитывать свое сердце. Вот очень печально, когда сейчас вот идет в нашем обществе такая идея, что работа должна быть как игра. Дело в том, что недаром в России говорили, делай время, потехи час. Есть вещи, которые необходимо делать, даже когда не хочется. Знаете, да? Вот. И на самом деле процесс переламывания себя и делания того, что ты должен делать, так? По воле Божьей, так, который поставил тебя на это место. Он полезен почему? Потому что он тренирует. Это просто настоящая классическая тренировка. Ну как вот, знаете, качки, в качалке так тренируют, мышцы себя накачивают, так? Хотя процесс накачивания, он болезненный бывает. Часто, да, особенно как вначале. Ходишь, у тебя все мышцы болят, да, ты весь замученный. Точно так же и труд, он на самом деле, если ты делаешь его с молитвой к Богу, если ты делаешь перед глазами Божьими, помнишь, что Бог смотрит на тебя и ради нее делаешь, то в такой ситуации труд тоже напрягает и постепенно тренирует твою волю, ты душевной силой. Кстати, вот известно, что трудолюбивые люди, они на самом деле легче переносят какие-то неприятности. Потому что у них воля более тренированная, понимаете? Действительно, это на самом деле очень важный момент. Поэтому, как говорил Иоанн Лесович, праздность – мать всех грехов. Понимаете, от праздности люди начинают заниматься какими-то глупостями. Когда человек занят чем-то, да, ему просто некогда там о каких глупостях думать, так? Поэтому необходимо действительно учиться себя приучать к труду. Вот интересно, что древние правила отшельников, которые вообще вроде как ни с кем, ни на кого не завязаны, понимаете, могут делать, что абсолютно хотят, так? Что хочу, то и делаю, так? Вот, тем не менее, у них были правила в том, что они обязаны были в обязательном моменте обязательно не давать себе время, не давать себе время постоянного отдыха. Они должны были сделать, должно было у них быть попеременное вот такое время, или труд, помимо, сменяться молитой. Труд, молитва, труд, молитва, да? Зачем? Чтобы не впасть в страшные грехи. А самый страшный грех для пустынек – это уныние. Потому что уныние может привести даже к самоубийству. Кстати говоря, вот и у нас сейчас. А уныние тем и лечится, чем трудолюбие. Понимаете, когда человек уныл, взять у человека и заставить его вспахать всего лишь дектар земли лопатой. Как вы думаете, он очень сильно унывать будет после этого дектара земли? Сомневаюсь. Почему-то я в этом сомневаюсь. Понимаете? У него как бы будет совершенно не до этого. У него будет такое, как бы сейчас его поймать там подушку, да, и испугать его храпом. Понимаете? Совершенный. То есть разговоры уже не об унынии, не то, что какая жизнь у тебя несчастная, а как просто элементарно просто отдохнуть. Понимаете? То есть действительно труды, они в этом смысле, они человека избавляют от этих вот внутренних самых страшных капканов, которые в душе находятся. Это действительно правильно. Господь специально так сделал, чтобы мы, стоящие из души и из тела, душевно-телесные существа, мы с вами не загнивали вот в этом, вот в наших душевных мыслях, да, чтобы мы там не зацикливались. Не даром отцы церкви говорят, что есть два вида добродетели, знаете, да? Внешние и внутренние. Внешние называются деяниями, а внутренние разумом. Вот на каноне Андрея Крисского мы услышим такие слова Андрея Крисского преподобного. Бди о душе моя, то есть бодрство о душе моя, и будь старателен, как в древности один из великих фатриархов, чтобы ты соединил вместе деяние и разум, и чтобы ты стал умом, видящим Бога. И тогда ты будешь великим купцом. Великим купцом понятно, да, то есть тем, кто купил великую жемчужину. Вот, поэтому здесь как раз-то мы должны тоже стараться, быть старательными, чтобы соединить деяние и разум. Деяние – это внешние добродетели, телесные, так называемые, да, то есть посты, бдения, стояние на коленях там, да, такие дела, которые у нас способны нам помочь преодолеть наши внутренние какие-то настрои. А разум – это победа над помыслами. Одного без другого не будет. А ЦСР говорит, что деяния, то есть внешние добрые дела, они подобны дереву с листьями. Естественно, дерево с листьями никому не нужно. Если вы на нем плодов-то нет, так? Вот, но с другой стороны, без листьев плоды тоже не вырастут, понимаете? Поэтому необходимо делать и внешний труд, так? И внутреннее при очищении души. Одно без другого просто не получится. И вот поэтому говорит Соломон, смотри, ленивый, ты посмотри на муравья. Вот здесь очень интересный такой момент. Как мы должны пользоваться природой? Обычно москвич пользуется природой так. И побежал, да? У него там в голове компьютерная программа. Сделать то-то-то-то-то. Проехать там-то-там-то-там-то, так? Вот, и сделать такую-такую-то программу. Из магазина детсад, из детского сада туда-то, там, и так далее. То есть ему посмотреть на небо невозможно, так? Он бежит, несется куда-то, да? Он не может остановиться. А Соломон, который, не смею вас заведеть, что имел дело не меньше, чем вас, Вот, он умудрел смотреть и на природу умел останавливаться. Понимаете? Умел в себя приходить. И вот, поэтому, говорит, что посмотреть на ленивый, на муравья, как у него нет ни начальника, да? Ни надзирателя, как в славянском хорошо сказано. У него нет нудящего. Да, который принуждает его, да? Вот, он ни у кого не под властью. Но, тем не менее, он заготавливает летом свой хлеб, собирает во время жатвы себе пищу. Заранее, когда еще ничего нет, так? Он готовит себе. Вот, и так же пчела, да? Она, хотя и маленькая, но она трудолюбива. Какую почтенную работу она приносит? Не случайно ведь у нас даже в храмах восковые свечи используются, да? Как напоминание об трудолюбии, пчелином трудолюбии. Ее труды, они употребляются во здравии и царями, и престолюдинами. Она всеми любима, и всеми славна. Хотя и сила, она слаба, но мудрости почтенна. Вот такая вот практическая мудрость у нее есть. Вот так вот и здесь. Трудолюбие, она приводит и к мудрости. Но это тоже понятно, да? Человек, который с вниманием делает свою работу, не так, как конвейер, да? Когда там, ну, что, клепать, да? Это как раз-то противоположное состоящему труду. А вот именно такое отношение к труду, как к некому искусству. Как к работе, которую нужно сделать хорошо. Прогрепить глазами Божьей. Вот такое отношение дает некоторую доступную мудрость. В том числе, очень практическую. Такую земную мудрость. Мудрость и духовную, в том числе. Итак. Можно вопрос о нем? Вот, допустим, тот же апостол Павел, да? Он занимался плетением положения. Да. Только не плетением, шитьем. Изготовлением. Там они шились и там каркас делался. Плести их невозможно. Ну, допустим, он, да, там, кто-то из-за этого корзину сделал. Да. То есть такая работа, которая не требует, ну, особого внимания, да, или привязывания. А вы, конечно, пробовали палатку просто собрать? Ну, пробовал, да. Я, походу, люблю. Ну, и как, она просто собирается? Ну, по-разному. Нет, палатки, на самом деле, изготовить достаточно сложно. Это достаточно сложный процесс. Вот. А корзины, да, действительно, они в этом смысле удобнее были, да. Вот вопрос оформулировать. То есть не выбирали ли они работу попроще, чтобы еще правильно молитвы заниматься? Они выбирали ту работу, которой они имели возможности. Вот и все. Любая работа, кроме греховной, так, она угодна Господу. Вот. Но не угодно Господу, конечно, если мы говорим про уже, если мы как-то будем оценить подход к современным видам бизнеса, так, то, конечно, например, вот эти конвейерные системы, они, конечно же, все-таки гораздо хуже, чем вот эти системы кустарей. Почему? Потому что система конвейера, она предполагает, что как раз-то такое вот обезличивание работы, да, труд, который ты не можешь никак со себя произвести. В этом смысле можно сказать, что творческой работой нормальной сейчас является, например, программирование. Понимаете? Вот компьютерные технологии, они в сфере технологии, безусловно, относятся к хорошей, к творческой работе. Я, кстати говоря, здесь никак не могу согласиться с теми людьми, которые там ругают компьютеры и говорят, что там они бесами выдуманы. Это чушь собачья. Вот все книги у нас, слава Богу, священное писание, включая, делают сейчас на компьютере. И более того, я считаю, что, например, компьютерные технологии, они как раз-то в этом смысле очень удобны, потому что они дают возможность человеку видеть глазами результат своего труда, понимаете? Вот в этом смысле они помогают человеку себя реализовать. Умещает человека. Нет. Становится зависимым от компьютера. Изготовитель программ... Ну, понимаете, может сказать... Нет, нет, нет. Изготовитель... Программисты... Дело в том, что, ежели вы возьмете человека, работающего на поле, в июне месяце, у вас вы можете про него сказать то же самое. Понимаете? У вас есть картофельное поле, вы там будете пахать день и ночь. Только июнь месяц. Вот. Ну, опять-таки, а почему он пахает? Потому что ему интересно, а почему нет? И пускай только один, надо помнить, что трудолюбивый должен себя ограничить чем? Запути Господа. Шесть дней работы, и седьмой день Богу Твоему. Не делаем никаких Твоих дел. Понимаете? А если человеку интересно работать, здесь никакого... Понимаете, вот как бы самая по себе интересная работа, она любая захватывает человека. Там компьютерная, некомпьютерная. Чем компьютерная захватывает больше? Потому что ты видишь перед своими глазами очень яркий результат, который ты так бы не добился. Но это не может одержимостью закончиться. Одержимостью может закончиться что угодно, если ты бы вопреки Богу пойдешь. Нет, на самом деле это вряд ли закончится как держимостью. А держимостью может закончиться другое. Может закончиться, например, воподъявление игрушками компьютерными. Вот это может закончиться держимостью, действительно. Понимаете? Особенно если какие-нибудь бесовские игрушки там, да? Вот, там, с магической игрушки. Ну, это, на самом деле, это называется воровство рабочего времени. На самом деле, я считаю, что, в принципе, вот одна из самых глупых вещей, которые сейчас существуют у нас в нынешней экономической системе, это система отработки по часам. Понимаете? Ну, это полная глупость, понимаете? Получается, солдат службы спит, да, служба идет. Вот. На самом деле, по часам я считаю, что работать должны кто? Вахтеры! И работают где там, ну, не знаю, там, секретари там, да? Ну, не больше. Человек, который реально занимается каким-то делом, он должен делать что-то, как бы, отчитываться по-другому. Не по часам там, да, а по президенту продукции. Ну, вот. Кстати, вот есть такие моменты, которые действительно ломают трудолюбие и лишают трудолюбия человека. Но вот они связаны именно с неправильным употреблением работы. Здесь уже, конечно, вина лежит на начальстве. Потому что отчет по часам, ну, конечно же, бывает часто крайне вредным. Сохраняют здоровье зато человека. Ну, понятно. Я на самом деле считаю, что если будет, если будет по работе, на самом деле человек нормальный человек, если он будет отчитываться по президенту делу, он сможет больше гораздо сделать свой день и уйти раньше. Может, может. А чтобы человек в семью стремился, простите, для этого есть жены, которые должны уют дома делать. Вот, ну, элементарно. Даже Патриарх на собрании потом говорил. Вот, а если дома его ждет там... Лесоповалка, да? Жена с лесоповала. С бензопилой в руках. То, простите, конечно, туда никто торопиться не будет. Мазохистов... Да, мазохистов не очень много в России, поэтому, слава Богу, не получится. Ну, вернемся, да? Дальше Соломон говорит. Да коли ты ленивец, будешь спать, Когда ты встанешь от сна твоего, Немного поспишь, Немного подремлешь, Немного сложив руки, полежишь, И придет, как прохожий, бедность твоя, И нужда твоя, как разбойник. Точно, да, ведь? Если ты будешь неленив, То, как источник, придет сжатая твоя, А скудный же далеко убежит от тебя. Видите, то есть, Соломон говорит, смотри, говорит, Вот ты сейчас тут немножко позевал, Тут пофилонил, тут безобранничал, да? Но вот чем он тебя накажет? Накажет он тебя тем, что ты просто будешь безработным. Ты будешь просто, Элементарно будешь нищим. Во многом, на самом деле, Хорошо, что сейчас у нас рухнула старая советская система, Появилось хоть нормальное взаимоотношение труда И заработной платы, на мой взгляд. Потому что советская НИИ, Это что-то ужасное было. Я просто помню, Еще в свое время на ОПК ходил в НИИ советское, Закрытое НИИ на Калушке, А, якобы там, Там даже рядом язерный реактор, Даже я узнал позже. И чем там занимались? Я просто поразился, Я там месяц проходил в НИИ, Вот, сейчас нас кричат, Что вы там наше советское науку развалили. Я говорю, я проходил в НИИ целый месяц. За это время работали там два человека. Я был, работал, И работал еще один, Тот, который со мной на ОПК пришел оттуда. Вот, остальные занимались сложным процессом заваривания чая, Выпивание этого чая, Обсуждением всех сплетят вокруг. И все. Понимаете? И сидела там, Да, и курил, конечно, Там сидело 50 лбов. Понимаете? Вопрос-то, зачем они нужны? Понимаете? Если бы с них результаты спрашивал. Вот именно, если бы, Вот, как вопрос, Необходимо спрашивать результат. Так что, если вы будете начальниками, Старайтесь спрашивать результат. Ну, кроме секретарей, конечно, Которых... Секретарей тоже надо спрашивать? Ну, какой? Что там не было такого жалоб, Что там позвонил, Никто не берет трубку. Вот. Мне кажется, сейчас Удомное количество хранит, Которые там не очень понятно, Что там... Ну, это уж второй вопрос. Да, но я говорю, Что реально, конечно, Вот, Нормальная ситуация такая, Что Господь наказывает ленивых Бедностью. Просто элементарно. И вот поэтому, Я считаю, Что нам негоже сейчас поддерживать Стоны людей, Бездельников, Которых Повыгонялись с работы. Понимаете, да? Вот такое дело, Что мы под этим пределем, Соусом, Не должны быть немилостями. Понимаете, да, почему? То, что мы не властны узнать, Из-за чего человек Стал в бедность, так? Может, он впал из-за ленивых, В бедность, так? А может, Потому что у него так жизнь сложилась. Понимаете? Но нам самим Господь подпреждает. Смотри, вот сейчас ты позеваешь, Вот так руки подскладываешь, Помечтаешь, Пофантазируешь. И все. И придет на тебя бедность, да? Как прохожая бедность, Нужда ты как разбойник. И все. Знаешь, бедность, Это не трудолюбие, Если с другой стороны посмотреть, да? Часто бывает, скажем так. Не всегда. Все, кто работает по праздникам, да? А знаете, А вот знаете, Теберешний в России, Да, к сожалению, Они бывают, правда, Трудолюбие не в том направлении, Когда надо. Но, тем не менее, факт. Вот нынешние богатые, Они трудились, понимаете? Иначе бы они не заработали. Они крутились, Ветели в свое время, понимаете? Вот. Другое дело, Что они могли нечасто трудиться. Вот в этом и грех, понимаете? Вот в этом и грех. Но не в том, что не трудились. Мы не можем сказать, Что это как-то... Можно ли назвать это трудом? Нет, нет. Трудом это можно назвать, понимаете? Давайте про нетрудовый закон Закронщим тема. Но помните, У нас в советское время Никто трудовыми доходами Считал, что если бабушка Там вырастет у себя на огороде Там, не знаю, Картошку и продаст ее И считался Никто трудовым доходом. Понимаете? Помните? Да, это бред, понимаете? Да. Поэтому мы должны что говорить? На самом деле, по-нормальному. Наш нормальный подход какой? Видите? Сламон не говорит Про других судить, так? Он говорит, Тебя смотри. Смотри, Ты будешь мечтать, И ничего не сделаешь. Поэтому, Вот, молодые люди, Меньше мечтайте. Меньше. Все эти песни, Что там наши мечты Куда-то нас приведут, Это называется фантаглупость И чушь собачья. Приводят нас куда-то Не мечты, А трезвый, Трезвый Христов расчет. Понимаете? И дело. Понимаете, Я вот, Мне приходилось По разным делам, По миссионерским делам, По делам катехизации Встречаться с разными работниками, В том числе и церковных отделов. И вот интересный такой момент. У меня есть другие друзья, Которые занимаются Реальным миссионерством и катехизацией. Вот. И в чем принципиальная разница? Люди в отделах говорят, Вот хорошо было бы сделать то-то, то-то. А отец Олег Стинаев, например, говорит, А почему бы не сделать? Набирает телефон, Алло, организуйте, И через неделю он там. Понимаете разницу? Вот к вопросу, Кто делает больше? Катехизация или отец Олег Стинаев? Отец Олег Стинаев один Делает больше, чем целый отдел. Потому что он не фантазирует, понимаете? А он просто берет и трудится. И Бог ему дает успех. Я других подобных священков тоже знаю, понимаете? Вот у меня тоже, Даже по поводу нашего храма, Скажу, похвастаюсь. Вот. Наш храм совершенно незаконный, Вы знаете, да? Абсолютно. Он построен в нарушении всех Мыслимых и немыслимых законов. Вот. Вот. И мне, значит, говорили, что... А недалеко отсюда тоже есть еще одна общинка, Там тоже та же самая ситуация, Как у нас. В Ратьево. Вот. Они поставили крест, заложили, Там, значит, ждут, чтобы будет храм построить. Вот. Они говорят, Ну, говорят, Главное, сначала все согласовать, Получить все согласования, решения и так далее. Вот. Вот. А мы просто взяли, Я пошел лично к голове управы, Сказал, Сергей Анатольевич, можно? Он сказал, можно. Я взял, поставил. Вот. Понимаете, вот принцип какой? Лучше не заниматься мечтательностью. Понимаете, вот если бы... Я бы сидел здесь на камушке, Вот около часовеньки, И думал, Хорошо было бы, Какой бы у нас здесь замечательный храмик, Такой тимировский, да? У нас бы ничего не вышло, понимаете? Как раз то, Как здесь Соломон и говорит. Мы взяли, Купили, Поставили. Все, понимаете? Вот. Это подход к чему? Если хочешь сделать дело, Вот именно так его надо сделать. Так? Сел, Подумал, Решил, И все. Не, ну, У нас сейчас все уже там... Мы сейчас уже... Уже узаканило, Нестокотично. У нас все живет. Нет, у нас все идет уже, Мы все узаканило, Мы все уже там, да? Как говорит мой один друг тоже, Кстати говоря, Очень активный человек, Это Денис Поздняев. Лучше всего брать благословение на действие, После как ты это действие сделал. Но в том случае, Если там действие, конечно, дупрое. Вот. Я к чему говорю, На самом деле, Когда говорят, Что мечты, Они там приводят к великим результатам, На самом деле это вранье. Я не знаю еще ни одной мечты, Которая привела к великим результатам. Понимаете? Мечта противоположна Реальному рассуждению. Понимаете? Это совершенно разные вещи. И очень плохо, Что у нас всяких, В наших там романтических рассказах, Там говорят, Что там кто-то о чем-то мечтал, И вдруг это с неба саму свалилось. Понимаете? Это расслабление руки людей. Вот. Все эти вот сериалы там, да, Снезапно свалившими с неба там, Богатцами, Богатыми там, Умершими там дядями там, Деведами там, да. Или там, История там про кого-то еще, Это на самом деле глупость. На самом деле она распускает, Очень опасно. Сказки детские. Русские, на русские. Детей учат, да. Детей учат сказки. Вот, я скажу, Тем не менее, Есть противоположность, Противоположность мечте И трудолюбия. Мечта предполагает, Действительно, Как царь Славон говорит, Лежать, да, Как имели дурачок там, да, Вот, на печи. Вот, и думать, Что было бы, Как Манилов там, да, Вот сделай бы через эту речку мост. Было бы так здорово, да? Вот. А реальность, что говорит? В принципе, Есть глобальная задача. Ты ее можешь прямо выставить. Грамм какая-то глобальная задача. Ты можешь сделать вот то-то, 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 так? Например, у нас есть глобальная задача. Поставить большой каменный храм Площадью полторы тысячи квадратных метров. Это площадь пятна. Общая площадь четыре с лишним тысячи квадратных метров. Это площадь, Вот, это глобальная задача. Так? Почему глобальная задача номер один? Глобальная задача номер два. Создать мессионерский институт, Там, Сделать общий Российский миссионерский центр при этом храме и так далее. Это глобальная задача. Это задача номер один. Начать здесь богослужение. Что надо сделать? Построить там маленький. Взлетаешь в интернет. Да. Как говорил один батюшку, бессонский компьютер. Набираешь где-то. Банный домик. Вернее, дачный домик. Вываливаются разные дачные домики. Выглядит сейчас вот этот дачный домик. По интернету мы его нашли. Он подошел, потому что там есть... А, всегда, да, вот как в алтаре. Вот, купили, поставили, все. Понимаете, вот ситуация очень простая. Мечтатель что будет говорить? Он говорит, надо бы найти спонсора, чтобы с хрустальными куполами у нас было там все. У нас один даже так и мечтал, что у нас купол, храм был с хрустальным куполом там. Понимаете, нарезовывается фантазия, понимаете, манилочная. Которая противоположная, замечу, реальной деятельности. Понимаете, противоположная. Поэтому мы сами должны ее обуздывать, понятно? Не давайте себе мечтать. Не давайте. Потому что мечта мешает. Мечта почти никогда не дает реальных выходов. Итак, человек лукавый, человек нечестивый, ходится со лживыми устами. Мигает глазами своими, говорит ногами своими, делает знати пальцами своими. Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибли его. Вдруг будет разбит и без исцеления. Тоже еще один персонаж, очень знакомый. Итак, если предыдущий ленивый, там можно в зеркале его увидеть, да, легко. Вот этого человека, конечно, тоже надо стерегаться. Тем более в зеркале, если увидишь. Есть такой тип людей, которые непрерывно лгут. Он, сказано, он является человеком лукавый, человеком нечестивый. Вот как Господь его определяет жестко, да? Лукавый, как дьявол, так? Нечестивый. То есть Богом правильно не почитает. Если он говорит о Боге, только для того, чтобы сделать зло. И при этом он уходит и говорит у него лживые уста. Помните, как в книге Псалмов написано? У них уста их мягче и лее, а под ними стрелы. Вот это, вот, остерегайтесь тех людей, которые внешне улыбаются, говорят замечательно, все здорово, да? Мягко. Вот, но при этом у них, они скрывают коварство. Вообще берегитесь людей, которые все время подлизываются. Берегитесь. Помните, что если человек подлизывается, значит, он что-то от вас нехорошего хочет. Понимаете? Остерегайтесь. Здесь, кстати, очень важный практический момент, понимаете? Как говорит Библия? Библия говорит, не будьте глупцами, не пытайтесь говорить, что все люди хорошие. Не надо себя дурить, понимаете? Библия говорит. Смотрите на мир в реальном свете, как он есть. Вот есть такие лукавые, нечестивые люди, которые ходят со лживыми устами. У них, они подмигливают глазами своими, и говорят ногами своими, и дают знаки пальцами своими. Знаете таких людей, видели? Когда там разговаривают, а там раз как подмигнутым, да? Вот. Они с тобой ведут переговоры, там кого-то уже зовут. И вот, заметьте, признак, который можно поделить, то, что он будет перед ним дергаться все время. Видите, он говорит ногами. У него сегодня, знаете, ноги трясутся. Эти люди. Почему? Потому что он внутренне раздроблен. У него, понимаете, внутренне разлом в душе. Из этого разлома, который он скребет, он не может быть спокойным. Понимаете, его это крутит все время, крутит, вертит, да? Он говорит ногами, делает знаки пальцами. Да. Какие подробности? Очень точные подробности, кстати говоря. По которым легко опознать вот такого типа людей, понимаете? И человек, который привычно лжет. Которого ложь, как привычка. Которого человека нужно опасаться. Опасайтесь, говорит, такого человека, говорит Соломон. У него коварство в сердце. Он умышляет зло на всякое время и сеет раздоры. Такого человека не впускайте ни в семьи, ни в дружбу. Вокруг него создавайте выжженную землю. Держитесь с него на стороне вытянутой руки. Оберегайтесь от него. Бойтесь его, опасайтесь его. А если вы сами такие, помните, что ждет вас. Немедленно, быстрая погибель. То же самое. Опасаться необходимо. Не впускать дома. Он сеет раздоры на всякое зло, из него фонтанирует. И такие люди действительно есть. Я думаю, каждый может спокойно совершенно найти в своих знакомых, обязательно, дайте их в момент. Хорошо, если в своих знакомых они в себе. А сами эти люди коварные, они что говорят? Они говорят, да что там, глупость говоришь, когда он из своей лжи хоть выйдет. Говорят, все мы знаем, что все мы одним миром мазанным, все только гадости делаем на этой земле. Все только подлости делаем. Так что, что ты себя святошу ковтишь? Они говорят. Все мы знаем, каждому корыстный интерес. Каждому пакость нужно сделать, каждому подлость надо сделать. Так что, что ты на нас наезжаешь? Что, святой, что ли, сам? Вообще, вам сказано не осуждать, говорят такие люди, да? Так что, как ты смеешь меня оценивать? Видите, как интересно, да? Как Ивановский заповедь выворачивает наизнанку. И вот, и сказано, что за это внезапно придет погибель его, и вдруг он будет разбит и без исцеления. Это человек, который считает, что в зле сила, который считает, что злом можно создать себе богатство, злом можно создать себе дом. Тот человек, который считает, что главным в этом мире это зло, он будет разбит очень быстро и погибнет, никто ему не поможет. Ну, это и понятно, да? Если ты строил свою жизнь на подлости, на лжи, на ненависти, на коварстве, то кто тебе будет помогать, когда ты упадешь? Никто абсолютно, понимаете, да? Поэтому и говорит здесь царь Салон, не ходи тем путем, не ходи, и оберегайся от такого человека, берегись. Вот шесть, что ненавидит Господь, и даже семь, что мерзость в душе его. Глаза гордые, язык лживый, и руки проливающие кровь невинную, сердце кующие злые замыслы, и ноги быстро бегущие к злодейству, лжесвидетельствующие наговаривающие ложь и сеющие раздор между братьями. Видите, да? Вот эти семь самых страшных грехов, которые отвратительны для глаз Бога и для души Господа. Вот, в чем интересно, что здесь среди вот этих явных грехов, таких как их там, убийства, да, есть что еще? Есть те вещи, которые считаются нормальным, да? Смотрите, глаза гордые. Заметьте, гордый взгляд. Знаете, действительно, взгляд вполне четкая вещь на самом деле, проверяемая, наблюдаемая. Когда человек вот так смотрит, значит, на всех так с высока. Да? Надменный взгляд такой, да? Этот взгляд отвратительный для глазу Господа. В нашем богослужении есть такие слова. Господь низложил надменный взгляд, а поднимающийся против Бога. У дьявола, кто с ним встречался, знает, у него надменный гордый взгляд, который презирает все. Это отвратительно, Господа. Даже взгляд, видите? За взгляд Бог будет судить, понимаете? Вот некоторые говорят, я там притворюсь злым, внутри я буду добрым. Бог говорит, посмотрим, посмотрим. Не получится. Если ты одеваешь маску на злодея, ты сам станешь злодеем. Вот и все. Маска на тебя формирует, понимаете? Она лицо-то переделывает. Поэтому надменный, гордый взгляд, презирающий, презрительный взгляд, ненавистен Господу. Когда человек считает, что он умнее всех, что он лучше всех, там, да, когда он превозносится над всеми и гордо смотрит на других людей, это ненавистно для Господа. Убедите такого человека. И сами не будьте такими. Дальше Господь говорит, язык лживый ненавистен Господу. Тоже понятно, да? Когда человек привычно лжет, когда он не может без лжи говорить. Когда человек считает ложь, форма так прикола, как сейчас говорят, да? Это отвратительный Господа. Руки, проливающие кровь невинную. Мерость без глазами Господа, да? То есть, руки убийц. Сердце, кующее зло и замасы. Интересная выражение, кующее. Как стрелы, да, чтобы упоразить других людей. Сердце, которое автоматически любую ситуацию пытается при помощи зла решить. То самое, о чем мы сейчас говорили, да? Вот коварный человек, который думает, что при помощи зла и коварства можно всего добиться. Такой человек, он действительно является чудовищным злодеем. Ненавистным, отвратительным в душе Господа. Ноги, быстро бегущие к злодейству. Опять-таки, что значит ноги, бегущие к злодейству? Очень просто. Бывает, ноги сами несут, знаете ли? Знаете, да? Вот. Если у человека привычка есть ходить в злые места, к злодеями общаться, он должен знать, что его действия отвратительные для глаз Господа. Ненавистные, чудовищные. И он будет наказан за это. И лжесвидетели, наговаривающие ложь и сеющие раздор между братьями. Отвратительные между глазами Господа. Вот это тоже очень важно. Сколько сейчас примеров лжесвидетелей? Чудовищно, да? Когда православные считают, что лгать, наговаривать ложь на человека вполне допустимо. Страшно совершенно, что люди не боятся меня других колдуньями называть. А как это называется? Клевета лжесвидетельства. Понимаете? Это прямое нарушение девятой заповеди. Когда человек говорит, а он там у меня колдунья росынется. А почему? А она плохо ко мне относится. А что скажешь, это редко бывает? Это сейчас сколько угодно случаев. Там женщины средних лет в любого своего оппонента записывают в колдунья сразу же. Понимаете? Забывают, что это отвратительный грех, чудовищный грех. Ничуть не меньше, чем реальное колдовство. Понимаете? Ничуть не меньше. А посмотрите, а кривота человека в том, что он дьявол поклонник фактически, да? Здорово так. Вот. А сколько у нас людей, которые спокойно того или другого человека записывают в масона? Которого он не знает. Никаких информации остальных нет, да? А он масон там, да? Фактически тоже дьявол поклонник. Это страшный грех под глазами Господа. И, наконец, самое отвратительное, когда человек сеет расприю между ближними, между братьями, да? Когда человек стравливает людей между собой. Вот такие, это отвратительное беззаконие. Причем он считает себя в праве обычно. Такие люди, которые стравливают между собой людей, они считают себя в праве. Мы имеем право тогда, у нас право такое есть, замечательное, да? Стравливать людей. Вот. А вот всегда, а всегда ходят в оборудовании. Понимаете, самое интересное, что человек так устроен, что он найдет себя право на любом мерзости. Судья. Вот. И действительно, это отвратительное в глаза Господа. Совершенно чудовищное, страшное преступление. Отвратительное для его души. Сын мой, храни заповедь отца твоего. Не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердцем твоем. Обвяжи ими шею твою. И когда ты пойдешь, они будут руководить тобою. Когда ты ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда проводишься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник. И наставление свет. И назидательное поучение. Это путь к жизни. Чтобы остерегать тебя от негодной женщины. А дрестивого языка чужой. Заповеди Божии, которые входят. Они должны войти внутрь. В плоти крови человека. Они должны стать нормой жизни человека. Они должны руководить человеком. Они должны быть его вдохновением. Потому что заповедь наставления свет. И светильник. Светильник, чтобы по темным улицам жизни ходить. Понимаете? Чтобы знать, куда идешь. Чтобы не падать, не проваливаться в ямы промоины какие-то. Чтобы мокрым не ходить. Грязным или разбитым совсем. И главное, чтобы тебя стеречь. Вот опять говорится. От чужой. От листивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем. Да не уловлен будешь очами твоими. Да не увлечет она тебя ресницами своими. Потому что из-за жены блудной обнищает до куска хлеба. А замужняя жена уловляет дорогую душу. Здесь говорится о страшном угрозе для прелюбодеяния. Которое приводит к страшной гибели человека. Которое может разорить всего человека. И сделать его бессильный. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его. Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих. То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины. Не спускает вору, если он крадет. Чтобы насыдить душу свою, когда он голоден. Но будучи пойман, он заплатит всемера. Отдаст все имущество из дома своего. Кто же прелюбодействует с женщиной, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он. И бесчесть его не изгладится. Потому что ревность, ярость мужа. Не пощадит он в день мщения. Не примет никакого выкупа. Не удовольствует, сколько бы ты не умножал даров. То есть интересно, что видите, для Библии даже общение с присутствием куда более безобидная вещь. Чем общение, чем когда человек делает любовницей, замужней женщиной. Потому что в глазах Бога это действительно страшный грех такой. Да и собственно и ревность приводит к позору и греху. Поэтому берегитесь этих всех вещей. Берегитесь разврата, чтобы он не погубил вас. Говорит царь Саламан. А чтобы этого не было, что нужно сделать? Нужно, чтобы заповедь Бога была в сердце. Что это было уже на уровне рефлексов, понимаете? Западе Божие. Чтобы она оберегала тебя от этого. Как же этого добиться? Как этого добиться? В законе Господне поучаться днем и ночью. Размышлять об этом, думать об этом. Вникать в него, чтобы быть чистым. И никогда себе не доверять, видите? Кто может взять огонь в пазуху, чтобы у него одежда не прогорела, так? Кто может ходить по горячим углям, чтобы не обжечь ног? Поэтому и мы должны, собственно, понимать, да? Не доверять себе никогда там. Не говорить, что я там не могу упасть. Помните, Давид упал. Тем более мы можем упасть. Не верьте себе, не доверяйтесь, оберегайтесь, охраняйте себя, чтобы оказаться живыми, чтобы не погибнуть. На этом я сегодня закончу чтение с книги-притчей Царя Соломона. Мы сейчас пойдем к апокалипсису. Вопрос. Да. Ну, пожалуйста, кто же мешает? Это же себя, пожалуйста, можешь пушать сколько хочешь. Не видно все.